Девушки отдыхают В курсе? Нам нужна ваша помощь. Пойдите навстречу. Нам тут не помогали. Это я. Я перезвоню, ладно? По поводу Хусейна Хусейна и шлюх. Вот бы ниточку к рюмке привязать. Вторая серия. Магнус Креппер. Петер Андерсон. Аманда Омс. Шерон Дайл. Янс Хультен. Виктор Трегорд и другие. Инспектор Винтер. Прекрасная земля. По роману Оки Эдвардсона. Т gehört. Точно. Ну что, пару-тройку рюмок ты выпил? Теперь иди, говори с Эриком, как обещал. В праздник о работе. Ты обещал? Посмотрим. Уснула? Да, наконец-то. И ты? Да, задремал. Ну давай. Тихо. Да. Спасибо. Фредерик хотел с тобой поговорить. В Бёркше нашли труп. Вот как. Дежурные разберутся. Я последний, кому звонил убитый. Берра. Это Марко? Да, его так и нашли, с перерезанным горлом. Кем он вообще был? Да, жуликам мелким. Воровство, наркота иногда. Дунеядец. Он знал что-то о нашем деле? Не уверен. Хотя он и оружием приторговывал. Но он что-то знал о Хусейне Хусейне. И шлюхах. И ещё о чём-то. Не успел рассказать? Почему? Я был занят. Ты сдурел, Винтер. Я послал тебе такого информатора, а ты взял и всё запорол к чёртям. Я его не убивал. Ты последний, кому он звонил по телефону. Эрик, иди сюда. Я его пять лет знал. Хватит. Судя по луже крови, убили его здесь. Прямо на этом месте, где он был обнаружен. Возможно, засада. Или он знал убийцу. Но зачем убивать его здесь, на их собственной территории? Чтобы запугать остальных? Будешь болтать, и ты труп? Российские группы незаконно ввозят оружие в Швецию. Они тут ни при чём. Сколько можно повторять? Господи. Конечно. Зачем меня слушать? Ты сделал всё, что мог. Даже выехал на место в выходной. Я должен был сразу его выслушать. Пожалуйста, пусть она распишется здесь и здесь. Алина имзайка. Спасибо. Скажите им, что я соболезную их утрате и благодарю их за опознание Хама Али. Она говорит, их могут депортировать в Германию. А мы при чём? Я просто перевёл. Вы можете помочь? Мы не занимаемся иммиграцией. Но вы же полиция. Извините, мне очень жаль. Хама Али помогал полиции. Он говорил о ком-то по кличке Братан. Его убили за помощь вам. Может и нет. Это пока точно не установлено, ведётся следствие. А за что его ещё убивать? Почему вы слушаете такую музыку? Даже не знаю. Пытаюсь понять. Что понять? Всё. В чём был замешан Хама Али Мохаммед? Я его не знал. Хама Али Мохаммед. Так же, как Хиву? То есть? Вы солгали про Хиву. Может, вы и сейчас лжёте. Хама Али и его семья Курды. Он не знал Хиву? Я не в курсе. Остановитесь здесь. Спасибо, что подвезли. О чём песня? Да, как обычно. О любви. Спасибо, что подвезли. Я думала, нам нужен переводчик. Я пришёл поговорить с тобой. Она спрашивает, вкусный пирог? Да. Очень. Полицейские не должны лгать. Назрим всё время сердится. И всё дома сидит. Никуда не ходит. Отстаньте. Хорошая музыка. Ну, конечно. Мне правда нравится. Честно. Узнаёшь? Ну, эту песню все знают. Скучаешь иногда? По кому? По родине. Это уже не важно. Почему? Вы всё равно не поймёте. Зачем пришли? Мы ничего не знаем. Знакома? Нет. Точно? Кто это? Хам Али Мохаммед. Его убили так же, как Хиву. И что с того? Он знал Хиву. А я при чём? Вы сразу решили, что мы знакомы? Его убили, потому что он знал что-то о Хиве. Что он мог знать? Тебе самой не страшно? Маме не нравится, что вы тут наедине. Инспектор сейчас уйдёт. Последний вопрос. Мальчик, постоянно на улице с великом. Не знаешь его? Когда мы пересекли границу, мы выбросили все свои документы, паспорта и всё остальное. Их бы у нас и так забрали, чтобы позволить другим людям воспользоваться нашими именами. Приехав сюда без паспортов, мы стали безымянными. Все думают, что мы выбросили документы из-за денег. Но это совсем не так. Никто не верит, что нам пришлось бежать. И теперь мы будем постоянно пересекать границу. Наши имена будут. Понимаете? Троих ребят расстреляли в лицо. Хиву Азиза, Саида Ризая и Джеми Фора. Жене Саида перерезали горло. Ихаме Али Мухаммеду. Пять смертей. Хусейн, Хусейн? Не можем его найти. Он действительно существует, в этом мы уверены. Но нам неизвестно, кто он такой. Кто платит ренту? Неясно. Платят наличкой, в разных банках. Зачем убивать столько народу? Если бы мы знали, мы бы здесь не сидели, Анетта. Может, из-за наркотиков? Показательная расправа. Но мы бы об этом услышали, наверное. Интересно, от кого, по-твоему? А? Да все молчат, как рыбы. Тут все как воды в рот набрали. Люди боятся открыть нам правду. Правду? Какую правду? О том, что стоит за этими убийствами. Возможно, они боятся мести этих ребят. Они тут явно творят все, что захотят, и полиции вообще не боятся. Преступные группировки? Байкеры? Последний раз, повторяю, расисты обычно хвастаются своими подвигами, а здесь этого нет. Может, они перешли к более эффективным методам, Эрик? Ты о чем? Они запугивают людей, вот о чем. Верно. Не начинай. Привет. Закончили с квартирой Хусейна? Да. Под статью о проституции там хоть что-нибудь подпадает? На экспертизу требуется время. Нет у нас времени. Нет. КОНЕЦ 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 Повернись медленно Долбанный придурок Чего пришел? По наводке. По наводке? Да. Мы несколько месяцев за этим притоном следим. Проводим операцию. Не видел ни души. Ну мы же не сидим на виду. Черт, Микки, я чуть в штаны не наложил. Бера сообщил, что кто-то проник в здание. У нас микроавтобус в лесу стоит. А ты нам чуть все не запорол. Один неверный шаг и... Да понял, я понял. Чтоб вас всех... Мы сейчас расследуем убийство в Хьяльбо. И я думал... Что? Я просто уверен, что в этом деле без расистов не обошлось. Понимаешь? Эти ребята торгуют наркотуей пушками. Им вообще никакого дела нет до каких-то там черномазых в вашем Хьяльбо. Точно? Да, точно. Они не говорили об этих убийствах? Мы такого не слышали. А слышим мы все. Что, Фредерик? Ковбоем себя возомнил, да? Героем-одиночкой. Вот чёрт. Сваливаем. Шевелись. Да, да. Здесь ночевал не только Хусейн, Хусейн. Но квартира пустует не меньше недели. Да, он быстро залёг на дно. Что, если здесь, в Швеции, тебе будут грозить пытки и смерть? Всех родных. Мать, отца, сестру. Заберут. И единственным безопасным местом будет какая-нибудь дыра на Ближнем Востоке. Уеду. Заплатишь большие деньги, чтобы тебя туда провезли. Но добравшись до места, ты столкнёшься с подозрениями, а также с двойными стандартами и откровенным расизмом. Там не любят белых, не говорящих на арабском, и там не приветствуют твою веру. На тебя бы смотрели с подозрением. Что бы ты сделал? Что? Сменил бы имя. Верно. Кусейн Кусейн. Установите слежку за квартирой. Сутенёры и девочки сюда однозначно ещё вернутся. Алло. Да, привет. Выезжаю. Это был... Братан. Познакомит меня с уборщицей Финкой. Она хорошо знает местных жителей, так что... Может, ты подождёшь меня в пиццерии? Я устал, как собака. Да уж. Сегодня у нас у всех похмелье. Что? Темноволосый мальчик на велосипеде часто таскает с собой мячик. На велике с мячиком? Часто гуляет допоздна. Здесь это нормально? Да нет. Может, родители наркоманы или алкоголики. Я частенько видел, как этот мальчишка тут один катается. В этом квартале? Да. Во дворе и на дорожке. Ну, постараюсь вам помочь. Это ведь как-то связано с теми убийствами, да? Честно говоря, мы пока не знаем. Ну, тогда он в опасности, правильно? Да, возможно. Постараюсь вам помочь. Спасибо. Да. Если ты её угробишь, я тебя закопаю. Кофе и булочку с корицей, пожалуйста. Кофе сами нальёте. Я ей не мил. Да? Как ни странно. Похоже, она нам больше не рада. Как будто все запуганы. Уборщица обещала высматривать мальчишку. Они с Хусейном как сквозь землю провалились. Да. Ну, поглядим. Эрик. Наш переводчик вышел из такси. Там был второй пассажир. Там мог быть кто угодно. Погоди. Некогда ждать. Позвони в таксопарк. Я должен знать, куда они едут. Не доверяешь переводчику, значит? Нет. Он что-то скрывает. Что это за пассажир? Это Алан Дарвиш. Один из дружков Хивы. Тоже что-то недоговаривает. Как и Мазафар Керим. Но Алан послабей. Догоним его? Думаешь, стоит? Нет. Давай лучше расспросим таксиста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы просто катались. Катались? Ну да, катались. Кто говорил, куда ехать? Тот, что постарше. Мы ездили в Яльбо, затем в Бергша, а потом в Раннеберген. И долго колесили? 40 минут. О чем они говорили? Я не понимая их языка, но мне показалось, что они спорили. Уверены? А может, футбол обсуждали? Просто язык очень агрессивно звучит. Вот как? Ну да. Куда ходил? По делам. Все удачно? Да. А это что? Список вызовов таксиста Рейнхольдса. Покажи. Как-то многовато, да? Да уж. Мы знаем, где ты живешь, Аллан. Куда мы едем? А что такое? Не хочешь с нами светиться? Ты уже проезжал здесь сегодня? Нет. В такси. Вы знаете? Мы же из полиции. Пять человек убиты, а ты нам лапшу на уши вешаешь. Говори, почему ты провел 40 минут в такси с Мазафаром Керимом? И о чем говорили? Он хотел помолиться со мной. Водитель прекрасно слышал, как вы с ним ссорились. Спорили 40 минут. О чем говорили? Что обсуждали с Керимом? Рассказывай. Отвечай. Ну... А-а-а! 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 Ладно, Бог с ним. Никуда не денется. От нас? Ну, мы-то... не главная опасность. Я миллион раз рассказывал. Пожалуйста, отвечайте. Вы остановили машину здесь. Что дальше? Пошел к магазину. Вот так? И что вы увидели, открыв дверь? Ничего, они лежали на полу. Первый там. Второй... Что вы сделали потом? Что вы сделали потом? Я закричал. А затем позвонили в службу спасения. Сразу или как? Я не помню. Вы с диспетчером связались, верно? Откуда вы... Ну так что? Долго тянули со звонком? Минуту, полминуты. Мы сверились с вашим диспетчером. Прошло почти десять минут. Довольно долго. Это при том, что от машины до магазина вы дошли за десять секунд, не больше. А что же вас так задержало? Я позвонил... Я позвонил, как только руки перестали трястись. Зачем вы встречались в такси? Он был напуган. Это вы предложили? Он хотел поговорить. Я подумал, что так он будет чувствовать себя... в безопасности. Чего он боялся? Он знал Хива. Аллан тоже замешан? Не знаю. Но он напуган, так что... А вам-то не все равно? Когда страдают другие, страдаю и я. Так у нас все устроено. Мы семья, и мы страдаем. И мы должны друг другу... помогать. Это странное объяснение, Мазафор. Почему? Потому что вы о чем-то умалчиваете. Вам известно, чего боится Аллан. Но вы нам не говорите. Вы тоже боитесь, Мазафор? Боитесь? Я не буду здесь с вами стоять. Пойдем, пройдемся. Идем. Что вам нужно? Ты хорошо знаешь Мазафора и Керима? Ну, так. Вы говорите на одном диалекте? Да. Вы из одного города? Нет. Дружите? Нет. Почему? Просто потому, что не дружим. А Хива дружил? Да. До самой смерти? Что? До самой смерти дружил. Странный вопрос. Мне кажется, ты лжешь. Вы ошибаетесь. Не ошибаюсь. Ошибаетесь. Мазафор твой друг, или бывший друг. Ничего вы не знаете. К нам сегодня поступил пациент. Парнишка нырнул, ударился головой о камень на дне. И приборы несите. Да. Теперь парализован. Неизвестно, сможет ли снова ходить. Ему 14. Волей-неволей задумаешься, судьба это или просто совпадение. Божий промысел. Нет. Наши друзья из Хамаркулина доверяют своей жизни Господу. А на кого им еще надеяться? Может, ваше убийство из-за религии? Нет, вряд ли. Фундаменталисты как расисты. Они во всеуслышание заявляют о своих подвигах. А тут ничего не слышно. Религиозные группы бывают разные. Самые дороги. Им Geoff. Я верю. Грасти? Ваше убийство. itudиня. Увидимся. Ваше убийство. С Nutелstart. О, религия. О, практически. Меня нет. Да, нет. Полиция! Руки вверх! По-шведски едва говорят. Ясно. Что вы делали в квартире Хусейна? Хотели уединиться? Брат. Брат? А вы двое? Ждали мужчин или братьев? Квартира Хусейна для встреч? Хусейн? Вы знаете, кто он? Хороший. Хороший. Вы понимаете, что я говорю? Так дело не пойдет, зови переводчика. Вам придется ночевать здесь. Ясно? Да. Да, еще. Вам знакомо имя Джимми Фора? Нет? Саид Ризай, Хива Азиз, Курт. Пройдемте со мной. Пожалуйста. Узнаете? Хама Али, Шахнас, Джимми Фора, Саид Ризай, Хива Азиз. Кого-нибудь видели? Этого? Хусейн. Что? Хусейн, Хусейн. Мазафар Керим. Привет, Хусейн, Хусейн. Я со шлюхами дел не имею. Мне религия запрещает. Квартира ваша. Она общая. Сколько у вас было шлюх? Хива и другие погибли из-за этого? Вы находили их через переводческое бюро? Я на ваши вопросы отвечать не обязан. Да, братан. Конечно. Сейчас буду. Что происходит? Собираешься спихнуть меня с крыши? Пусть увидят нас вместе. Звонил мужчина? Передал сообщение через другое контактное лицо. Сообщение для меня? Для тебя. И только для тебя. Похоже, он в ужасе. Что надо сделать? Мой контакт нас увидит. Передаст мой сигнал. И если нам повезет, информатор свяжется со мной по телефону. Продолжение следует... Тут красиво. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. Алло. Да. Хама Али помог достать оружие. Ты знал Хаму Али? Мы дружили. А твоя роль в этом деле? Достать машину. Для кого? Я оставил ее в условленном месте и... Все. Красную Мазду? Да. Для кого Хама доставал оружие? Для какого-то курда. Это все, что я знаю. Для курда. Оружие для убийств? Следующая остановка Линдхольмен. Алло. Ты там? Да. Из того оружия убивали людей? Тебе угрожают? Я не хочу умирать. Тогда назови имена. Хусейн Хусейн? Алло. Следующая остановка Линдхольмен. Спасибо. На борту установлена камера видеонаблюдения. Вот парень сидит. Говорит одновременно с тобой. Вот он выходит в Линдхольмене. Стой, я не разглядел. Это же Алан Дарвиш. Значит, он сейчас прячется у друзей. Только если его пускают. Ведь все ужасно запуганы. От страха он начал говорить. Какой-то курд. И здесь курды замешаны. Как в убийстве Пальмен. И опять тупик. Что с тобой? Она лежала как шлюха. Ноги в стороны. Я должен поговорить с Керимом. Давно это продолжается? Много лет. А мы ничего не слышали. Потому что... Тайные шлюхи? Они не шлюхи. А кто? Кроме тебя есть сутенеры? Ты их боишься? Они дали показания. Все хотят помочь Хусейну Хусейну. Да? Они не проститутки. Там был приют для женщин, подвергшихся насилию. Преступление против чести. Хороший. Так почему ты нам не сказал? Я не могу называть их имена. Я поклялся. Поклялся он. Ты должен отвечать на мои вопросы. Обязан, черт, тебя подери. Ясно? Тише. Пять трупов, а ты мне бормочешь про конфиденциальность. Спокойно. Кто этот парень выяснил? Это брат девушки. Он ради них рискует жизнью и... Ясно, ясно. Отпустите их. А Мазафара? Идите. На протяжении многих дней и ночей мы не знали, где мы находимся. В поезде, в товарном вагоне, в грузовике, где-то в палатке. Не знаю. Может, и тот, кто вывозил нас, не знал. По ночам слышались выстрелы. Люди куда-то исчезали. Мы были в ужасе. И постоянно боялись. Значит, вся заварушка из-за этой самой квартиры. Может, их застрелили курды за то, что они укрывали их женщин. Жен, сестер, дочерей. Тогда Мазафара убрали бы в первую очередь. Логично. Он же главный. Та комната, где убили жену Саида. Ее уложили на кровати, как для какого-то ритуала, в гостиной. Да, это верно. Поэтому я думал, что дело тут в проституции. Оказалось, что нет. Нет. Кстати, звонила некая Рита Пельтонен по важному делу. Мальчик с велосипедом и теннисным мячиком. Поговорили с ним? Нет. Братан сказал позвонить вам. Имя знаете? Ахмед Бабан. Его мать нездорова. Колется? На таблетках. Очень нервная. Сюда. Добрый день. Эрик Винтер. Угрозыск. В чем дело? Здесь живет маленький мальчик? Да. Живет. У меня к нему есть пара вопросов. Как его зовут? Ахмед. Пожалуйста, подойди и сядь здесь. Узнал меня? Мы с тобой уже виделись, верно? Он почти не говорит. Я полицейский. Поможешь мне? Ты ведь был там, у лавки, когда стреляли. Видел преступников? Что вам... Я должен задать эти вопросы. Что ты видел? Видел, как они уезжали оттуда или нет? У них была какая-нибудь машина? Ты испугался? Прекратите. Позвольте мне задать вопросы. Ты сразу уехал домой или остался? Таксист. Заходил в магазин или нет? Хватит. Кто стрелял? Все. Ты их видел? Чего вы хотите? Убирайтесь. Ты видел таксиста? Вон. Хватит. Я категорически против. Уходите. Да, я ухожу. Привет. Привет. Алло. Это Алан. Да, привет. Ты где? Я хочу сдаться. В каком смысле? Я боюсь, и мне нужна ваша защита. Вот значит как. Если хочешь, чтобы мы тебе помогли, сначала помоги нам. Я ничего не знаю. Тогда выгребай сам. Тот таксист, который нашел трупы в лавке... Да. Он развозит шлюх. Он забирал их у лавки? Получал адреса. Адреса клиентов? Кто-то идет. Что делать? Иди в участок. Скажи, что ты ко мне. Ну, а девушки? Какие? Которых вы развозили? Не понимаю, о чем вы. Вы получали адреса в лавке. А потом развозили девушек от Хусейна по клиентам. Так? Вот почему вы не сразу позвонили в скорую. Сначала вы стерли свой номер телефона из записи Джимми. Чтобы мы никак не смогли выйти на вас. Свидетель видел, как вы заходили в лавку. Мы получили информацию по всем вашим звонкам. Связь налицо. Не ясно, почему вас оставили в живых. Не понимаю вас. Всех остальных уже давно убили. Думаю, признается. Похоже, он тоже напуган. Он один из убийц? Вряд ли. Дарвиш уже здесь? Нет. Как? Он поехал к нам. Я ничего им не сказал. Алло? Аллан? Организаторы сети проституток. Шахнас перерезали горло, уложили как шлюху. Почему их убили? Не из-за денег, это уж точно. Почему им стреляли в лицо? Это ритуал. Нет, это возмездие. Кто-то их наказал. Закончишь допрос таксиста? Алло. Привет. Где тебя носит? Кое-что проверяю. Ковбоем себя мнишь? Герой-одиночка. Нет, просто мыслишка есть. Знаю я твои мыслишки. Скажи нам, где ты? Канельгаттон, 23. Не ходи один, подожди, пока мы приедем. Канельгаттон, 23. Не ходи один, подожди, пока мы приедем. Брось пистолет, брось. Брось. Бросил. Брось. Все. Кладу, кладу. Грязь. Скверно. Я очень хорошо понял, что значат эти слова на шведском. То, что было чистым, сделали грязным. О чем ты? Они осквернили нашу новую жизнь здесь, в Швеции. Запачкали все, что было чистым. Несчастных обездоленных женщин сделали грязными проститутками. Наших прекрасных женщин. Да, но только не тебе их наказывать. Ты куришь? Огонь. Древняя сила. Поставь. Единственная очищающая сила во всем этом мерзопакостном мире. Мазафар! Эти грязные твари не заслуживали иметь лица. Я сделал, что мог, чтобы их спасти. Они потеряли свое лицо. Одна только грязь. Скверно. Опусти пушку. Но огонь вас очистит. Он всех очистит. Опусти. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Как он? Его сильно ударили по голове, но он выживет. Алан Дарвиш выживет. Он второй стрелявший? Добрый день. Нам необходимо поговорить с Ахмедом. Разрешите? Сколько их было? Двое. А цвет их машины ты не запомнил? Красный. Они были в масках? Да, в черных. Они их снимали? Да, один. Блондин? Какого цвета волосы? Темные. Темноволосый? Нет. Светловолосый? Темноволосый. Что? Девушка. Я доверяла брату. Он сказал, что это игра. Все девчонки так делают. Но оказалось, что это просто отвратительно. Брат должен защищать сестер. Когда Мазафар узнал, что я была среди проституток, он просто взбесился. Кажется, я ему нравилась. Сказал, что наш народ так не делает. Сказал, что не допустит такого. Что это нас разрушает. Он хотел стереть их лица. И я тоже. Я перерезала глотку шахнас в той комнате для встреч. Я хотела все бросить. А она угрожала, что расскажет маме. Выкопать бы и снова зарезать. Мазафар уложил ее в этой позе. Как шлюху. Она была шлюхой. Не я. Мазафар. Мазафар. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Выполнишь просьбу? Пожалуйста, запиши свою историю. Зачем? Я хочу понять. У вас дети есть? Они возили нас по всему городу. Говорили, это игра. Но все было всерьез. Водители находили клиентов. Почему я не понимала, что происходит? Или понимала? Я доверял Эхиле. Он мне не угрожал поначалу. Ну а потом я увидела деньги и согласилась. Хуже всего то, что деньги так много для меня значили. Мы так далеко уехали, чтобы выжить. Но когда я попала сюда, я хотел умереть. И до сих пор хочу. Ну как, поняли? Назрим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА